Всем привет! Сегодня хочу представить вам интересную программу, предназначенную для просмотра абсолютно реального прогноза погоды прямо в моде Open Computers. Выглядит она таким вот образом, и у нас здесь отображается текущая наша температура за окном, наш текущий город, где мы уже, собственно, живем, Санкт-Петербург, Раша. Собственно, ветер восточный 1 мм в секунду, давление 761 мм с ротумного столба и влажность 80%. И также отображается 10-дневный прогноз на, соответственно, ближайшее будущее. То есть мы можем, собственно, лицареть все это дело в виде таких вот красивых пиктограммок, ну и также температура на ближайшие 10 дней. По нажатию на кнопочку «Другой город» мы можем изменить название нашего города и, собственно, посмотреть прогноз для другого города. Единственное, что нужно писать их название по-английски, то есть таким вот транслитом «Москол», например. Не, даже не транслитом, а просто «Москол». То есть, ну, более-менее международное название, грубо говоря, ваших городов. И, собственно, через некоторое время ваша программа обновится, и вы получите прогноз для вашего, собственно, города. Ну, как мы видим, что в Москве у нас будут сейчас дожди, гроза, ну, более-менее солнышко и так далее. Ну, в принципе, довольно тепло, то есть от 19 до 12 градусов Цельсия. Собственно, давайте видим еще один город, например, Брянск. Это где мой товарищ живет. Брянск. Нажимаем «Ок». И через некоторое время программа также получит данные о городе Брянске. И, разумеется, если вы нажмете кнопочку «Выход», то вы выйдете на нашу обычную операционную систему. И, собственно, если программу опять запустить, то у вас этот прогноз будет сохранен, и он закроется по умолчанию. Ну, разумеется, программа пытается обновить данные снова. Там, если что-то не удастся, то она выдается сообщение об ошибочке, и, собственно, вам нужно будет снова обновить эти данные. Все данные о погоде загружаются с помощью API с сайта yahoo.com, но немножко довольно-таки багованная, поэтому иногда бывают небольшие ошибки. Но, в принципе, это уже не мои проблемы. В любом случае, такая программа, в принципе, способна порадовать глаз и порадовать вас на вашем сервере, где вы, собственно, не играли, и порадовать игроков, которые заходят в ваш дом. К слову, если вы захотите изменить, собственно, задний фон, вы просто устанавливаете, допустим, другую картиночку на обои. Допустим, kitnes.pik, установите как обои. И, собственно, ваша обоинка изменяется на рабочем столе, и, разумеется, при запуске приложения погоды она также здесь будет изменена вот на такую вот. Довольно-таки симпатичная. То есть, в принципе, довольно-таки красиво получается. И подожать на кнопочку закрытия, она опять-таки из программки мы выходим. Разумеется, ссылка на загрузку этой ОС будет в описании видео. Там поставили на ран 0NM5B1GU. И также рекомендую вам всем поставить новую версию OpenComputers под, как сказать, под циферкой 1.6. Она вышла не так давно, собственно, содержит небольшие улучшения, всякие новые фичи и так далее. И, в принципе, ОС, то есть, Майн ОС наша будет поддерживаться в основном только на OpenComputers версии 1.6 и выше. Вот такие вот дела. Так что, в любом случае, всем спасибо за просмотр. До новых видео, до новых встреч. До новых встреч.